48 вакантных мест. Штат сотрудников Саровского ОВД укомплектован не полностью. Чтобы привлечь иногородних работников, решают вопрос со служебным жильём. К лету 2024 года планируют достроить дом на 72 квартиры на улице Раменской. Кроме того, необходимое среднее, профессиональное или высшее образование на службе в МВД можно получить бесплатно, рассказал журналистам Андрей Чернышёв. «Так что, если кто хочет построить карьеру в полиции, в принципе, реально, начиная с самого младшего звена, получив бесплатное образование, и дальше проходить службу, в том числе и руководителя территориального органа. Всё это реально». Помимо кадрового вопроса, собравшихся волновала проблема поиска пропавших людей. Напомним, три человека в Сарове числятся пропавшими без вести. По одному факту возбудили уголовное дело по статье 105-е убийство. Двое других отправились на прогулку в лес и больше не вернулись. Их поиски сотрудники правопорядка планируют продолжить, как только сойдёт снег, пояснил Андрей Анатольевич. Шансы найти их живыми крайне малы, добавил он. Также начальник Саровской полиции рассказал об основных итогах работы за ушедший год. «Вызывает обеспокоенность значительный рост количества посягаций против личности на 77% с 45 до 80, в том числе и отнесённых наиболее опасным – на 20% с 9 до 11. В структуре преступлений данного вида наиболее опасным является умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. На территории города в 2021 году было зафиксировано 8 таких преступлений, в 2020 году – 5, а также одно убийство». Обсудили ситуацию на дорогах города. На 24% увеличилось количество ДТП с пострадавшими. На 42% возросло число происшествий по вине пешеходов. Основные причины ДТП – нарушение правил проезда пешеходного перехода, несоответствие скорости конкретным условиям движения, нарушение требований дорожных знаков, превышение скорости, неправильный выбор дистанции, несоблюдение очерёдности проезда и выезд на полосу встречного движения, рассказал собравшимся Александр Косенков. «К сожалению, мы имеем трёх погибших на дорогах нашего города. Здесь у нас снижение с 4 до 3. в 2020 году погибших было 4. Снизились мы также по количеству ДТП с участием несовершеннолетних. Напоминаю, что снижение у нас несколько лет подряд уже идёт. Таких ДТП было зарегистрировано 10 против 13 в 2020 году, в которых 11 несовершеннолетних пострадали». По вине нетрезвых водителей в 2021 году произошло 9 аварий. Здесь статистика по сравнению с 2020 годом осталась без изменений.